Значимость и пользу развития мелкой моторики сложно переоценить. И сегодня мы решили пополнить арсенал идей новыми интересными занятиями, для которых вам понадобятся всего лишь обычные канцелярские скрепки и подручные материалы. Первая поделка – цветочная поляна. В качестве горшка мы используем скорлупу от ореха, завернутую в фольгу и окрашенную красками. Можно использовать даже лак для ногтей. Почва – коричневый пластилин, стебелек – зубочистка. Ну а сам цветок – из пластилина и разноцветных скрепок. Максимально вовлекайте ребенка в процесс создания поделки. Готовые цветки можно прилепить к бумаге зеленого цвета, создав настоящую цветочную полянку. Вторая поделка – милые закладки. С помощью пластилина прикрепите к скрепкам пуговички и слепите их по парам. Теперь можно легко найти любимый отрывок в книге или увлекательное место, на котором закончилось чтение в прошлый раз. Навык пользования скрепками – отличная тренировка мелкой моторики, как и любая работа с пластилином. И последняя идея на сегодня – гардероб. Нехитрыми движениями обычная скрепка превращается в вешалку. А уж сколько игр можно с ними придумать, особенно для девочек. Сшейте несколько миниатюрных предметов одежды из ткани или даже бумаги и сделайте настоящий мини-кардероб. Увлекательное занятие для будущих модниц и маленьких воображуль. До встречи в новых выпусках! 8 естественных путей предотвращения простуды В нашем первом видео мы рассказали вам о 6 известных мифах о простуде. Настало время поделиться научными знаниями о способах профилактики простуды. Поехали! Невероятно, но факт! Лучший метод профилактики простуды и гриппа – частое мытье рук. 80% инфекционных болезней распространяются контактным путем. Центр контроля за болезнями США подтверждает, что мытье рук – единственный и самый действенный способ предотвращения вирусных и бактериальных инфекций. Не прикрывайте руками рот, когда кашляете или чихаете. Если чувствуете, что вот-вот чихнете, используйте бумажный платок, а потом выкиньте его. Избавьтесь от носовых платков из ткани. Именно во влажной среде носового платка вирусы долго сохраняют свою жизнеспособность. Не трогайте руками лицо. Вирусы проникают в организм через глаза, нос и рот. В Висконстинском университете наблюдали группу взрослых людей. Они находились в комнате, все предметы в которой были населены вирусами простуды. Каждый наблюдаемый неосознанно касался своего лица 15 раз и более в течение часа. Многие испытуемые вскоре заболели. Противоположный результат дало аналогичное исследование, но на этот раз участников снабдили повязками, предотвращающими контакт рук с лицом. После такого эксперимента заболевших было значительно меньше. Регулярно занимайтесь аэробными физическими нагрузками. Они помогут вам увеличить число иммунных клеток. Примеры аэробных тренировок, бег, ходьба, катание на велосипеде, активные игры. Кушайте зеленые, красные и желтые овощи и фрукты. В них содержится много активных веществ, укрепляющих иммунитет. Витамины А, С, В9, он же фолиевая кислота. Откажитесь от курения и алкоголя. Курильщики болеют простудами чаще и сильнее, чем некурящие. Причиной может быть то, что сигаретный дым высушивает слизистые дыхательных путей. Кроме того, сигаретный дым нарушает подвижность ресничек, крошечных волосков на поверхности клеток слизистой дыхательных путей. Именно реснички помогают удалить вредные вещества. Алкоголь угнетает иммунную систему организма, а также обезвоживает организм. После болезни смените зубную щетку. Выздоровев, выбросьте старую зубную щетку, чтобы не инфицировать себя повторно. Мокрая зубная щетка, хранящаяся в темной ванной комнате – идеальное место скопления вирусов и размножения бактерий. И, наконец, расслабьтесь, ведь стресс подавляет иммунную систему. С наступлением осени, когда утром уже не так тепло и солнечно, вылезать из кровати совсем не хочется, а энергия стремится к нулю. Этого можно избежать, если придерживаться некоторых правил, о которых мы и расскажем вам в этом ролике. Начать стоит с того, как все-таки выбраться из постели. Быстрее встать поможет шевеление пальцами ног в течение 30 секунд. Но наш главный совет – мотивируйте себя. С вечера продумайте, какой вкусный и полезный завтрак вы можете себе приготовить. В течение дня на уровень энергии влияют в основном 4 фактора. Во-первых, это общее физическое состояние организма. Если хотите быть бодрым и активным, работать на полной мощности, вам нужно тренировать свое тело. С самого утра можно сделать небольшую разминку. Откройте окно, вдохните свежий воздух, сделайте несколько упражнений на растяжку. Кстати, быстрее проснуться поможет небольшой массаж лица и кожи головы. Второй фактор – это отдых. Попробуйте придерживаться схемы 90-20-90. После полутора часов работы отдохните 20 минут. В это время можно перекусить, подремать, прогуляться. Третий фактор – качество сна. На него положительно влияют получасовые прогулки на свежем воздухе прямо перед сном. Не работайте за компьютером и телефоном перед сном. Голубой свет от них тормозит синтез мелатонина – гормона сна. Если работа с гаджетами неизбежна, установите специальные приложения, которые меняют теплоту света от экрана. То, что мы едим, также влияет на нашу продуктивность. Включите в свой рацион орехи, семечки, натуральный йогурт, бобовые и крупы, шпинат, морковь, овсянку и бананы. Эти продукты считаются самыми энергетичными. Безусловно, следует в целом сбалансировать питание и не есть за 2 часа до сна. Следуйте нашим советам, и энергия будет с вами весь день. Хорошего настроения и отличного дня! Растяжка. Растяжка помогает восстановить мышцы после тренировки. Чтобы не получить травму, тянитесь только на разогретые мышцы. В идеале – сразу после тренировки. Растяжка мышц рук. Одну руку заведите за спину. Старайтесь коснуться ладонью лопаток. Свободной рукой плавно тяните локоть на себя. Выпрямите руку и потяните на себя, стараясь локтем коснуться груди. Растяжка мышц ног. Ноги вместе. Медленно наклоняйтесь вниз до параллели с полом. Спину держите ровно. Руками старайтесь коснуться пола. Сделайте выпад вперед. Колено держите под прямым углом. Руки поставьте на пол. Тяните таз вниз. Вы почувствуете напряжение в отведенной ноге. Возьмите себя за носок. Медленно тяните носок вверх. Постарайтесь коснуться пяткой ягодицы. Задержитесь в этом положении на несколько счетов. Обхватите себя за колено. Соблюдая равновесие, подтягивайте колено к груди. Задержитесь в этом положении на несколько счетов. Растяжка мышц спины. Поставьте ноги шире плеч. Спину держите ровно. Медленно опускайтесь вниз. Старайтесь поставить локти на пол. Тянитесь копчиком вверх, а макушкой вниз. Задержитесь на несколько счетов. Одну руку поставьте на пол, а вторую вытяните вверх. Тянитесь кончиками пальцев в потолок. Повторите все упражнение на другую сторону. Будьте гибкими, будьте в форме. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok